Теперь за модой выстраиваются целые очереди. Мы находимся на большом фэшн-маркете. И если вы сюда не попали и не успели померить все эти дизайнерские платьишки и аксессуары, сейчас мы это сделаем за вас. Это уже 14-й модный маркет, который проходит в Минске. Мы постоянно совершенствуем расположение дизайнеров на этой площадке. Задача наша, чтобы в первую очередь эта площадка продавала, чтобы покупателю, который пришел, было удобно примерить, посмотреть, посоветоваться с дизайнером. Желающих быть в тренде оказалось немало. У меня есть костюм, там клеточка желтая, зеленая. Как раз пригодится. Моя девушка интересуется модой, и я ее во всем поддерживаю. И по-мужскому это немножко подвиг. Дизайнерская одежда расходилась круче, чем горячие пирожки. Только отвернулся, а понравившуюся одежку уже уносит кто-то другой. Нам здесь все очень понравилось. К сожалению, уже, видимо, размеры разобрали. Видимо, популярное место. Только фреш-новостям дизайнеры признались, с какими сложностями им приходится сталкиваться в погоне за модой. Конкуренция, конечно, очень большая стала. Много дизайнеров появилось с большим ассортиментом. И, собственно, мне кажется, и народ немножко присытился дизайнерской одежды. В этот раз специально для фэшн-маркета разрабатывала коллекцию кейпов. И российский рынок не предлагает кейпы, и белорусский рынок не предлагает. Ну вот мы попробовали, но на самом деле люди так реагируют как-то, ну, очень странно. В основном покупают очень стильные девушки. Пусть не все мельчане разбираются в моде, но скидку попросить не забывают. Маркет все-таки. Были моменты такие, что люди приходили, вот, ну вот, все нравится и все. Но цена немножко не устраивала. Конечно, идем на встречу людям, делали скидки. Чтобы отдохнуть от фэшн-баталий, организаторы устоили небольшую танцевальную паузу. Впервые на этом фэшн-маркете проводится мастер-клад по модному танцевальному направлению зомба. Повторяйте движение. Только так приходят лучшие дизайнерские решения. Эта сумка, в принципе, как называется, это разукрашка, можно так сказать. Это самая простая техника. Берется акриловая краска, макает сюда зубная щетка и с помощью брызгов наносится, получается. Этот модный маркет был экспериментальным. Первый раз он длился два дня. Как поделились организаторы, на этот маркет пришло больше двух тысяч человек, было продано около 500 платьев и заработано... Об этом как не есть в другой раз.